Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил серьезный актуальный вопрос. Можно ли заразиться в храме? Безусловно, можно. Разберем, почему это богословски никак не противоречит ни Библии, ни святым отцам, ни общей христианской традиции. Если мы посмотрим, то храм в Ветхом Завете был один. Да, после этого Господь говорит уже, настанет день, что ни на Горесии и ни в Иерусалиме можно будет службу Богу приносить, и в любом месте можно будет Богу молиться. Но, прежде всего, в Ветхий Заветный период он показывал некоторую тренировку, тренировку ко внешним заповедям. Когда ты научился исполнять некоторые внешние ритуалы, предписания, то ты уможешь уже сосредоточиться на духовной работе. Точно так же, как человек, когда он садится за музыкальный инструмент, то вначале он тренируется, играет учебные произведения, а потом уже переходит на серьезные композиторские вещи. Или человек занимается спортом, он сначала отрабатывает элементы, а потом уже какие-то комбинации размышляет, какие-то спортивные навыки применить во время того или иного командного или личного состязания. Вот и так Ветхий Завет показывает, что священник должен следить, чтобы никто заразный в храм не вошел. Понятное дело, сейчас у нас общество более структурировано, и слава тебе Господи, не только священник следит за здоровьем своих прихожан, не только он оглядывается, чтобы никто из прихожан по своей гордости не пришел и не заразил окружающих, что за этим все-таки следят и окружающие люди, да и в принципе прихожане сознательные. Но задача священника об этом напоминать. Что же было в Ветхом Завете? В Ветхом Завете на самом деле мы можем прочесть всю 14 главу из книги Левит. Потому что там и 13 главу можно посмотреть, прямо несколько глав, которые описывают болезни, как священник их проверяет, и как священник после этого только человека допускает, и после принесения соответствующих жертв, совершения соответствующих молитв. Вот, например, исцеление от кожной болезни, 14 глава, самое начало. И сказал Господь Моисея, говоря, вот закон о прокаженном, когда надо его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник видит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то и так далее, дальше уже описание, как священник приносит жертву. И только после этого уже священник может допустить до собрания, до молитвы, до храма человека. Ну ладно, конечно, ну вот это прогаза, какая-то серьезная болезнь. Ну в принципе и коронавирус очень серьезная болезнь. Поэтому пожелания те же самые актуальны. Но на самом деле и о других болезнях, которые вроде не проказа, но тоже как-то проявилось, то то же самое говорит. И сказал Господь Моисея Рону, 30-30 стих той же самой, 14 главы. «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и наведу язву и проказы на дом и в земле владение вашего, и тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, у меня на доме показалось как бы язва. Священник придет и опорожнит дом прежде, нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделать нечистым все, что в доме. После всего придет священник осматривать дом». То есть тоже такие возвышенные слова, но на самом деле описывается, что священник даже и проверял, а не болеют ли люди дома. Тоже, чтобы они не пришли и не заразили других окружающих. Поэтому и сейчас, ну можно сказать, ну вот это какие-то примеры священник снаружи проверяет, а вот формально если человек забежал в храм, то тогда уже никакой заразы не будет. Нет, увы. Увы, как раз задача священника, в том числе сохранение ритуальной чистоты, ветхозаветного священника. С новозаветного священника, да, часть переложилась в функции на санитарных врачей, на медицинских работников и так далее. Но на самом деле служение священника новозаветного, оно не поменялось, оно увеличилось. Просто помимо того, что священник правда следит, чтобы никто никого просто не обижал, что помогает как-то вот вдовым, сиротам, какая-то социальная деятельность он занимает. Он помимо этого, как некоторый фундамент, уже на нем строит духовную работу и заботится о том, чтобы человек приходил в храм и освобождался от своих грехов. Но вот тут как раз и отличие, что священник говорит, как Господь сказал, придите ко мне все труждающие и беремененные, я дам вам покой. Пришел призвать не праведников, но грешников на покаяние. Поэтому да, может прийти в храм грешный, несовершенный, больной душой человек. И священник ему в храме время уделяет, вместе с ним беседует, совершает таинство исповеди, приобщает его к другим таинствам, если тот принес достойные плоды покаяния. А уже в отношении болезни нужно помнить, что говорит апостол Павел в послании филиппийцам во второй главе, четвертый стих. Не о себе только каждый заботится, но и о каждой о других. Священник должен заботиться, и о епископ, и о патриархе, о том, чтобы не пришел кто-то, ни другой священник, ни мирянин, тут уже разницы нет, и не заразил близких своих, своих самолитвенников, своих сопричастников тела и крови Христовой. И точно так же и каждый прихожанин тоже должен подумать, а не заражу ли я ближнего. Возможно, во мне нет симптомов, но я кому-то смогу навредить. И нарушить заповедь Божию, и лишиться из этого Царства Небесного.